Праздник Светлого Христового Воскресения Светлого Христового Воскресения Светлого Христового Воскресения Светлого Христового Воскресения Пусть пасхальные дни принесут в дома радость, взаимопонимание и счастье. Светлого Христового Воскресения Светлого Христового Воскресения Вдоль по улице гоняя приветня, с криком лёд ломая в лужах. И коты горланят песню плетня, прогоняя злую стужу. И душа моя растаяла в тепле, ах, как здорово, что где-то на земле ты ещё кому-то нужен. Дома ждут меня маманя до родня, их готовят с позаранку. Накрывают стол посудою свинья, сделят скатерть самобранку. Всё, что было нынче, кануло во мрак. Бог простил меня за то, что я дурак, жизнь примерил наизнанку. Разгулялся, распогодился денёк, солнцем дышит под небесием. А понад землёю стелится дымок, небесом и талый взвесью. И бабульки светят в церкви куличи, и щебечут беспокойные грачи. И воистину воскресе, и воистину воскресе, и воистину воскресе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Верую в Иисуса Христа, Сына Божия, распятого за нас при понтийском Пилате» Такие слова-символы веры повторят каждый христианин во время молитвы. Наша православная вера утверждает, что человеческая жизнь — это лишь этап существования вечной души. Но именно от того, как человек будет исполнять общечеловеческие принципы, основанные на заповедях Господних, такова и будет его доля, уготованная в мире ином. Об этом рассказывает благочинный Северного округа Карачаева-Черкесии отец Александр Нартов. Дорогие друзья, братья и сестры, от всей души поздравляю вас с Пасхой Христовой. Это особый день для всех нас, для каждого христианина. Это праздник надежды, это праздник вечности, это праздник радости, которую нам дарует Бог. Когда-то Господь Иисус Христос, победив смерть, воскрес, и Его воскресение — это не только Его личная победа. Он подарил нам свое воскресение. Он сказал, что вам оно доступно. Он сказал, что верующий в Меня не умрет, но будет жить вечно. И мы с вами живем в этой надежде вечной жизни, в этой надежде воскресения. И для каждого христианина нет смерти. Это великий день, который вдохновляет нас жить. Это великий день, который свидетельствует о любви Божией к нам. Это великий день, который обновляет наши мысли, нашу повседневность, нашу суету. Пусть Господь милосердный, пусть Господь воскресший каждому из нас дарует свою любовь. Простит каждому из нас наши грехи. Направит каждого из нас на путь ко спасению. Подкрепит нас, утешит нас, вдохновит нас. Песня. 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 праздника, радость того, что Бог любит нас всех и надеюсь и меня, несмотря за мои поступки. И Он дает возможность нам, всем нам, жить полноценной жизнью. И кушать то, что нам нравится, и делать то, что нам хочется. Но в рамках принципа, который апостол Павел очень здорово изобразил, все мне можно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать. Вот так мы должны жить, и так будет счастье. Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Свет и Свет Поправо, висущем И висущем Оградный живот Как известно, в праздновании Светлого Христового Воскресения заложен глубокий философский смысл, неизбежность физической смерти и перехода бессмертной человеческой души в небесные обители – часть замысла Всевышнего. В народной традиции принято считать, что души близких со дня Пасхи и до Радоницы находятся вместе со своими родными. Отец Александр рассказал, насколько это соответствует православному вероучению. Умершие, они всегда рядом с нами, в нашей памяти, в нашей душе, в нашем сердце. Мы не можем не перестать любить наших родителей, которые скончались, или близких наших стариков. Они всегда в нашем сердце. А сказать, что вот они сидят только на Пасху рядом с нами, ну это уже натяжка. Конечно, да. Они объединяются с нами в молитве. И понятно, что Пасха, она является праздником, в котором отсутствует смерть, а значит и умершие как бы для нас. Уже они не умершие, а уснувшие. Вот. Это можно так сказать. Ну то, что они меняют место расположения, где-то находились в мире ином, и тут они в мир наш пришли, ну это такая сложная вещь, сложная материя. Ну тоже, наверное, из народных поберей. Скорее всего. Скорее всего. Умершие рядом с нами. Это очевидно. Их тела, вон они лежат в могилах. Их души в наших сердцах запечатлены, во всяком случае. Где они находятся в таком, в объемном смысле, в трехмерном, так скажем, это неизвестно никому. На небе, на земле, под землей. Это же мир иной. Так же, как мир фантазии. Где он находится? Фантазии. Где? Ой, он в человеческом, там, в голове. Да? Ну, изобразили там писатели целой вселенной. Тот же Толкин, тот же Льюис. Изобразили целая вселенная. А вы прочтите. А когда начинаешь читать, открывается перед тобой вселенная. Но она же в его голове была. А он где? А он в могиле. А когда я прочел его книгу, где она? А она в моей голове открылась. Это же совсем другие категории, которые невозможно, вот, взять линейку, их измерить. Поэтому и души умерших, они находятся где-то здесь. Где-то здесь, где-то рядом. В каком мире, в каком состоянии, в каком, ну, так скажем, их ощущении, никто не знает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему именно в этот момент произошло явление Христа миру? Почему именно в этот момент только Бог знает. Если проанализировать, то действительно есть определенная логика, определенная последовательность. Она очевидна. Она была предсказана пророками, к этому все шло. Но пророчества не имеют измерения, ну, вот такого, через два года будет. Оно имеет измерение такое, когда будет то, будет и вот это. То есть, это совершенно другое измерение. Когда это будет, ну, посмотрим, увидим. Поэтому, когда Господь пришел, то все пророчества, они встали в один ряд. То есть, все встало, как бы, в такую, в правильную, логическую, выстроенную, даже так, хронологическую цепочку. Эту цепочку проследил апостол-евангелист Матфей. И в своем Евангелии каждое событие жизни Христа связывает с ветхозаветным пророчеством. У остальных евангелистов так нет такой связи. А вот Матфей, он действительно, вот как говорил пророк Исаия, как говорил пророк Иезекиелий. И поэтому, конечно, пришествие Господне имело свою логику. Но эта логика совершенно в другом, ну, так скажем, ключе. Не в нашем понимании, а в Божьем понимании. Бог видит не только развитие отдельных личностей, но и развитие целых цивилизаций. Когда созрели люди. И ведь, посмотрите, насколько важно было не только воскресение Христово, насколько важна была проповедь об этом. Ведь крестилось единоразово, до пяти тысяч человек. То есть люди, слышавшие эту весть от свидетелей. Не просто от там прохожих каких-то, мы там что-то увидели, что-то услышали. А они видели, слышали и отсязали руками, да, прикасались к воскресшему Христу. И они, услышав эту весть, они понимали, что вот где жизнь. Потому что язычество, например, говорило, там конец. Где могила, там конец. И это и сегодня так же. Язычество, там Познер, например, он легко и свободно говорит, могила это конец, потому что я атеист. А для нас могила это не конец. Это лишь этап, это лишь неизбежный этап, кстати говоря, для любого. Хоть атеиста, хоть человек религиозный, но атеисту надо с этим как-то смириться. А христианину с этим смиряться не надо. Апостол Павел замечательно это формулирует тоже. Он говорит, Христос для меня жизнь, а смерть лишь его приобретение. Такие простые слова. Но вот это ощущение религиозного человека. Поэтому Господь пришел тогда, когда это было нужно. Пришел так, как Он считал самым правильным прийти. И остался в церкви таким, каким Он хотел бы остаться. Мы часто с вами задаем вопрос, а почему Бог не такой, какой мы вот хотим. Он бы ходил здесь по улице, Он же вечный, вечный, Он бессмертный. Вот ходил бы по улицам, исцелял, и мы бы верили в Него. А так Его не видно, не слышно, где Он там сидит. Ну вот в чем мы будем в Него верить. Но это будет уже другой Бог. Это будет Бог, который нужен нам, чтобы исцелил. Это будет тогда Бог, не Бог, а чудотворец. Это будет тогда некий идол, мы будем Ему приносить жертвы. Таких идолов в нашей жизни предостаточно. Это и деньги, это и власть, это и наши страсти, которые мы приносим. И часто, да, люди всю жизнь приносят на алтарь своему идолу, свои страсти. Это может быть что угодно. И наркотик, и алкоголь, и деньги, еще раз повторю, и власть. И красная икра, да. Поэтому, да, поэтому Бог вот такой. И потому, что Бог не увидел других вариантов своего явления в этом мире. Потому что другие варианты нас отвлекают. И тогда Бог не будет отличаться от других идолов нашей жизнью. Вот Он такой, какой Он есть. Хочешь, прими и живи вечно. Хочешь, живи, нравится, как хочется. Но тогда без вопросов. Ну вот как в современном мире соблюсти баланс такой? Столько различных искушений. Хочется и туда поехать, и сюда поехать, и попутешествовать. И на хорошей машине ездить. А особенно, что касается детей. Ведь родители, посмотрите, сейчас все выкладываются. Нет у дитятка айфона. Значит, будут его в школе все обижать. Как-то вот и люди стремятся к зарабатыванию денег. Постепенно деньги становятся их кумиром. Они не забывают о Боге. Но вот их приземляет вот эта вот жизнь, когда нужно обиться, чтобы там кусочек себе хлеба добыть. Да. Как баланс соблюсти? Баланс очень сложный. И Господь, Он понимал и понимает нас до глубины души. Он понимает, какие мы и как нам нерегко. Потому что Сам стал человеком. Сам кушал. Сам имел учеников, у которых были кошельки. Кошелек. И работал тоже. И работал тоже. Да. До 30 лет Он содержал семью. Он был старшим в семье. Во всяком случае, там содержал и мать, и там братьев, сестер своих. Ну, как говорят толкователи, что все остальные братья и сестры были младше Его. Хотя мы встречаем, что дети Иосифа были старше Иисуса. Но вот, видимо, они все-таки жили порознь. То есть, там-то своя семья была, здесь своя. Он абсолютно понимал все эти особенности. И вот, какую нам Он оставил удивительную заповедь. Во-первых, первое, об этом я уже сказал. Следуй за мной. Хочешь жить? Следуй за мной. Это первое. Второе, ну и чтобы следовать, нужно понимать, что это тебе нужно. Как мне вчера врач сказал, говорит, если тебе нужно, то ты должен пить таблетки. Тебе нужно, ты ешь. Тебя, если нужно, ты должен тогда жить вот в этом ощущении того, что ты нуждаешься в Боге. И поэтому Господь в Евангелии неоднократно говорит. Он говорит, блаженны нищие духом. Ибо таковых есть Царство Небесное. Кто такой нищий? Это тот, кто ничего не имеет. Ему нечего терять. И тот, кто целиком зависит от Бога. То есть, мы живем жизнью, которая, безусловно, имеет некие стабилизаторы. То есть, ну человек, например, покушал сегодня, он может прожить и до вечера, один раз покушав. Может быть, и два дня проживет, а может быть, и три. Это теория, да, голодания, там, неделями люди один раз поел. Так же точно человек может попить. С утра попил, до вечера может дожить. Вот эти стабилизаторы некие, органические, создают иллюзию стабильности. И человек только с опытом осознает, что это все иллюзорно. Ну, потому что сколько бы ты ни ел, как бы ты спортом ни занимался, ты все равно помрешь. Ну, не сегодня, да. Не сейчас, вот, прям через полчаса, да. А может и сейчас, как говорил Волан, да, у Булгакова. Говорит, человек мало того, что смертен, он внезапно смертен. Так вот, вот эта нестабильность жизни, она имеет единственный выход. К вечности и вечной стабильности, которая есть у Бога. И вот это ощущение нужности Бога для нас и есть гарант нашего спасения. То есть, когда человек осознает, что без Бога у него ничего нет, значит, надо у него просить. Значит, надо нуждаться в этом. И надо просить. И тогда человек получает. И Господь же в Евангелии говорит, не случайно тоже, просите и дастся вам. Люди толкуют это, вот, проси денег, да, проси богатства. Нет. Он говорит о стабильности вечности. Просите вечности, я вам ее дам. Но не каждый ее хочет. Каждый думает, что вот эти временные стабилизаторы, они создают гармонию жизни. Но если посмотреть на любой стабилизатор жизни, любой, он тленен. Он исчерпан. Да, и даже там такие важные, великие вещи, как, например, ценность ребенка, ценность наших детей. Она же тоже условна. Это до тех пор, пока дети не отказались от родителей, например. Или не предали их. Это сплошь и рядом. Или не бросили их. Сплошь и рядом. Да, ценность сразу изменяется. Родитель вкладывал в ребенка все, всю жизнь, весь труд, все свое здоровье. И потом ребенок говорит, да, мне оно 300 лет мне надо. Я живу как мне нравится, как хочу. И кололся, и буду кололся. И отсюда все эти трагедии. Вот в Кабардино-Балкарии, там чудовищная была история. Отец в ружье взял наркомана, по-моему, что-то такое было. Ну, недели две назад. Или там сколько месяцев, не знаю. Так что вот они, эти гаранты, которые Бог нам дал. Гарант своего личного заступничества. Я истинно. Я путь. Я жизнь, говорит Господь. Потом, приходящего ко мне, не сгоню вон. И просящему, да. Вот и все гаранты. Поэтому, несмотря на все наши, ну, жизненные обстоятельства, суету, заботы, они же нас увлекают. Мы должны всегда внутренне осознавать вот этот ориентир для нас. Что все это имеет временное измерение. И вечное измерение имеет только Бог, который меня может вытащить, спасти. Который меня может обновить, наполнить. И ведь это немало. Да, вот. Немало. Там, вот эта очередная пустота. Человек стремится, стремится, чего-то делает. А потом приходит к какому-то порогу пустоты. Чего-то не хватает. Вроде все, как бы, все нормально, все есть. И мы тогда начинаем эти пустоты восполнять. Кто чем. Кто развлечением, кто едой, кто алкоголем. Кто чем. Заполняет это все. Поэтому Господь нам указал путь. И дал средства. И этими средствами являются таинства. К которым мы можем приступать. Через них. Через таинства. Мы наполняем себя светом Божьим. От этого света мы обретаем стабильность. То есть, человек, который живет в свете. У него меняется образ мыслей. Образ жизни. У него меняется перспектива. Я же говорю, могила перестает быть концом. Христос становится надеждой. Жизнь совершенно меняется. И вот это компромисс. И мы балансируем в жизни. Мы грешим и каемся. А каемся зачем? Мы говорим, Господи, прости. И не отвернись от меня. Либо следуем за Ним. Так тоже бывает. Следуем за Ним потихонечку, не торопясь. И тогда жизнь, она как бы выстраивается. Она становится, на мой взгляд, гармоничной. Но без Бога это невозможно. На воскресе Бог и освящаться в родине Бог. Господь, священная надпись показалася. Господь, Господь, Госвестная. Господь, Истинная. Господь, Всечественная. Песня. 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 Крестным ходом идет радость вели я, возглашая в воскресе Христос. И не знаю, на грешной земле ли я, или на небе среди райских проз. И не знаю, на грешной земле ли я, или на небе среди райских проз. Солнце радужное, посталенное, запах артеса и куличей. Где ты, время мое печальное, утонула в сиянии свечей? Где ты, время мое печальное, утонула в сиянии свечей? Пасха светлая, Пасха красная, Ах, как сладко поют соловьи! И встает над землей утра, ясное, В дивном свете Христовой любви. Пасха светлое Христово воскресенье всегда занимало в творчестве писателей особое место. Пасха дала русской литературе образы, мотивы, сюжеты, а также жанр пасхального рассказа. Такие русские писатели, как Гоголь, Салтыков, Щедрин, Достоевский, Толстой, Лесков, Чехов, Куприн, Бунин и многие другие в свои произведения включали события, происходящие или связанные с пасхальной неделей. Обзор произведений, написанных в разные годы, но объединенных со страданием и любовью к людям, восхищением красотой окружающего мира, подготовил для нашей программы благочинный Южного округа Карачаева-Черкесии отец Евгений Суптильный. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели! Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о таком явлении, как обращение наших замечательных литераторов в своем творчестве к духовным началам. Сегодняшняя наша беседа в основном будет посвящена произведениям, написанных на тему Светлого Христового Воскресения. Но мы с вами знаем, что этому радостному событию предшествуют события скорбные и печальные. И вспоминая их, мы 40 дней по примеру Христа в пустыне содержим пост, а перед самой Пасхой наступает Страстная неделя. И в эту неделю мы день за днем и шаг за шагом вспоминаем все те события, которые предшествовали Воскресению Христову. События печальные и сегодня навевающие на нас тихую грусть, которая обычно предшествует радости. Но ведь если бы мы не узнали грусти, то и радость осталась бы для нас недоступной. А потому я не начну сразу с произведений, посвященных Воскресению Христову. Все-таки хочется начать с произведений, обращенных ко времени Великого Поста. И одно из моих самых любимых – это произведение, написанное Александром Сергеевичем Пушкиным на молитву преподобного Ефрема Сирина. Молитву, читаемую во все дни Великого Поста. Я сначала произнесу текст этой молитвы так, как он написан у преподобного Ефрема. Для удобства я переведу некоторые слова на русский язык. Господи и Владыка жизни моей, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дай мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Да, Господи, дай мне увидеть мои прегрешения и не осуждать брата моего, потому что ты благословен во веки до кого-нибудь. А вот так услышал и рассказал нам эту молитву наш замечательный классик Александр Сергеевич Пушкин. Отцы-пустынники и жены непорочных, чтоб сердцем возлетать во области заочных, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста. И падшего крепит неведомую силой, владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, Да, брат мой, от меня не примет осужденья и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Вот такие замечательные слова нашел наш поэт, чтобы передать не просто смысл молитвы. Александр Сергеевич не стремился перевести ее на русский язык. Обратите внимание, дорогие наши слушатели, на то, что он выражает свое отношение к этой молитве. Он говорит, что она для него, всех чаще она ему приходит на уста. И выражая это свое отношение, он делится им с нами. Но вот великий пост проходит, проходит и страстная неделя, а ей предшествует праздник, который бы я назвал радостным, но исполненным грусти. Это вербное воскресенье. Торжественный вход Христа в Иерусалим. Когда ликует встречающая его толпа. Когда все помнят чудо, совершившееся накануне. Чудо воскрешения из мертвых праведного Лазаря, который был похоронен и находился в могиле целых четыре дня. Христос воскрешает Лазаря и Церковь в этот день, восклицает общее воскресенье, прежде твоей я страсти, уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Божий. Давайте задумаемся, дорогие, над этими словами. Общее воскресенье. Не только воскресенье одного праведного Лазаря, но воскресенье для всех нас являет Господь, воскрешая его. Есть замечательное, хотя и довольно короткое стихотворение по этому поводу, которое написал Александр Блок. И сейчас я вам это стихотворение прочитаю. Вот как он увидел для себя этот день, день вербного воскресенья, день, когда радость перемежается с грустью. Ведь те, кто кричат «Осана, сыну Давидову», буквально через несколько дней будут кричать совсем другие слова. Они будут говорить «Возьми, возьми, распни его». Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик, дождик маленький, не задуй огня. Воскресенье вербное, завтра встану, первое для святого дня. Все ближе к нам, светлое Христово Воскресенье. Мы уже практически слышим звон пасхальных колоколов и пасхальное приветствие. Произнесем его вместе с Александром Белым. В глухих судьбинах, в земных глубинах, в веках народах, в сплошных синеродах небес да пребудет весть Христос Воскрес. Есть, было, будет. Так восклицает наш известный поэт, провозглашая эту радостную весть. Он говорит «Есть, было, будет». И никто никогда не сможет это отменить. И пересмотреть не сможет. И запретить не сумеет. И никогда не умолкнет пасхальное приветствие. Повсюду блага рест гудит. Из всех церквей народ валит. Заря глядит уже с небес. Христос воскрес! Христос воскрес! С полей уж снят покров снегов. И реки рвутся из оков. И зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Вот просыпается земля. И одеваются поля. Весна идет полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Так поэт Майков ощущал воскресение Господне. И связывая его с воскресением природы, когда просыпается земля, он делает это не напрасно. Для нас с вами это действительно очень важно. Просыпающуюся природу. И понять, что чудо воскресения на самом деле является нам довольно часто. Да вот только проходим мы мимо него и не понимаем, когда примеряем это чудо на себя, а как оно будет, а будем ли мы соучастниками этого воскресения. Потому и обращает автор наше внимание на природу. Если природа умирает и воскресает, то почему же мы это не сумеем сделать? Только по одному, по нашему неверию. Тот, кто верует, обязательно получит по своей вере. Но человек, неверующий, не может стать небесным гражданином. Человек, который несет в мир зло, не способен сотворить ничего доброго. Если он не умеет любить, если не умеет он быть сердечным, любящим, прощающим, то что для него небесное Отечество? Зачем ему это гражданство? Оно ведь ему не понадобится. Помните замечательную поэму, сказочную, Василия Андреевича Жуковского, о мачехе, убившей пасынка? Перечитайте ее. Она называется «Тюльпанное дерево». Именно этим произведением я хотел бы закончить наш сегодняшний обзор. Всем хорошо, только ей, ненавидящей, злобной, терзающей себя и окружающих плохо. Как мне легко, — сказал отец, — как светел и тепел майский день. А мне, — сказала жена, — так тяжело, так душно, как будто бы собирается глаза. Гудела ей, как будто шум грозы, и в зажмуренных глазах ее сверкало, как молния, и подсмертельное тело ее, как змей холодный, обвивал. — Нет, просто наломать я не могу здесь оставаться, я задохнусь, сердце готово лопнуть. И она вскочила. На голове ее стояли дыбом, как пламень, волосы, и ей казалось, что все кругом ее валилось. В двери она в безумье кинулась, но только ступила за порог. Тяжелый жернов бух, и ее как будто не бывало. А вот и чудо воскресения. На месте же, где казнь над ней свершилась, столбом огонь поднялся из земли. Когда же исчез огонь живой, явился там братец. И Марлиночка к нему на шею кинулась. Отец же долго искал жены глазами, но ее он не нашел. Потом все трое сели, усердно Богу помолясь за стол. Но за столом никто не ел, и все молчали. И у всех на сердце было спокойно, как бывает всякий раз, когда оно почувствует живей присутствие невидимого Бога. Я желаю всем вам, наши уважаемые радиослушатели, чтобы сердце наполнилось тихой радостью. Именно в тишине к нам приходит Бог. И вот землетрясение, но не в землетрясении, Господь. И вот ураганы, не в урагане, Господь. И вот громы и молнии, но не в них, Господь. А потом пророк Илья, который наблюдает это богоявление, ощущает дуновение тонкого голоса прохлады. В этом тонком голосе прохлады, Господь. В тишине, в покое, в умиротворении. Пусть каждый из нас в эти дни радостные ощутит на своем лице дуновение, тонкое дуновение прохлады. И к каждому придет Господь. Христос воскрес, воистину воскрес Христос. На этом наша праздничная программа, посвященная Светлому Христову воскресенью, подошла к концу. Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии работала Руфина Ковалева. Мы выражаем благодарность благочинным северного и южного округов Карачаева-Черкесии за помощь в подготовке программы. И в эти светлые пасхальные дни желаем всем радиослушателям, всем жителям Карачаева-Черкесии душевной радости, светлых надежд и благополучия. Песня «Легка трата» 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 Песня «Легка трата»